Если температура воздуха превышает 28 градусов, большегрузным фурам ездить по трассам днём нельзя. Это ограничение касается автомобилей свыше 38 тонн и действует с 8 утра до 8 вечера. Такое решение приняли сегодня областные власти. Под весом грузовиков на расплавленном асфальте появляется колея. Так с начала года разрушили десятки километров дорог, говорят в облах Тодоре. Существляется перевозки щебня, песка, металла и других строительных материалов. Общее протяжение маршрутов этих перевозок 32 километра. То есть 32 километра дорог, которые по вине перевозчика, который везёт сверхнормативные грузы, были просто разрушены. Из-за большегрузных автомобилей, перевозящих металл в Мариупольский порт, трассы Донецка-Мариуполь находятся в плохом состоянии, отметили представители облавтодора. Александр Алипов распорядился установить весовые комплексы и фиксировать тоннаж каждой машины, заходящей в порт. Также будет и с проходной на Донецком металлургическом заводе. Именно перевозчики, обслуживающие это предприятие, чаще всего превышают нормы загрузки. Нарушители обещают штрафовать. Пока решение принято в этом году ремонтировать за счёт средств службы и государства. Но при этом ставятся какие-то правила движения. Если кто-то будет нарушать, вы попадёте под санкции, будете страхованы, и эти деньги будут направляться на ремонт дороги. Перевозчики с решением властей не согласны. Говорят, на металлургических заводах непрерывное производство. Собственных складов немного, поэтому продукция отгружается постоянно. И перевозить грузы только в ночное время они не могут. А загружать машины наполовину просто невыгодно. А что касается дорог, да, там строить за наш счёт замечательное предложение. Только, наверное, это немножко не существует такой законодательной базы строить за наш счёт. Мы как перевозчики, как все автомобилисты, и автомобилисты-любители, скажем, профессиональные, все платим налоги, то есть в виде дорожного сбора. Это те деньги, которые непосредственно должны идти на улучшение дороги, на строительство новых дорог, на ремонт и так далее. По словам Сергея Харьковского, если они будут заниматься перевозками только ночью, на трассах выстроятся многокилометровые колонны. К тому же специальных мест для отстоя грузовиков не предусмотрено. Чиновники готовы предоставить участки для отдыха, но благоустраивать их перевозчики должны за свой счёт. Чтобы сохранить дороги, власти региона собираются контролировать и перевозчиков, и грузоотправителей. Какая продукция, в каких объёмах и куда перевозится. Если зафиксируют машину с превышением нормы веса, 38 тонн будут наказывать всех, в том числе и сотрудников госавтоинспекции. Наталья Некрасова, Алексей Костюк, Панорама.